Снова наступили Беловские дни. Звучит и со сцены, и в школьных классах, и в официальных залах проза слова Василия Ивановича Делова. Вновь звучат слова о нем, вновь мы слушаем, слышим, читаем, рассказываем те мысли и идеи, которые Василий Иванович отражал в своих книгах. Сегодня мы уже узнали имена победителей творчества, творческого конкурса, все впереди. К сожалению, в этом году нет победителей, есть четыре призера, говорят их второй и третьей степени. Но сама цифра, больше около 300 присванных на конкурс работ из 52 регионов и 6 зарубежных стран. В Большом зале правительства открывается научная конференция Био-Форда России, которая уже стала традиционной, которая действительно показывает не только интерес к литературе, но и интерес к жизненным пути творчества нашего великого земляка. А послезавтра в Харовском районе будет открыт бюст Василия Ивановича. И еще множество различных по формату, жанрам, по значимости крупных и мелких мероприятий. Конечно, Василий Иванович это особая фигура и балагонской литературы, и литературе Российской Федерации в целом. Конечно, мы еще, наверное, до конца не осознаем, что оставил после себя он как мыслитель, как фиософ, как политик, как писатель в первую очередь, конечно же. Сегодня в этом зале его друзья, его коллеги, те, кто его знал, дружил с ним, поклонники его творчества, все те, кто продолжает любить, помнить и наслаждаться Василием Ивановичем Био-Форда. Но, конечно, в зале есть особые люди. Я бы хотел, чтобы мы все их вместе поприветствовали. Это два человека, которые разделили и радости, и горести в жизни вместе с Василием Ивановичем, и для его супруга Ольга Сибирина Био-Форда, и, конечно, его дочь Анна Васильевна Гаммедовна. Я хочу нам всем пожелать, чтобы мы все смогли еще раз не просто вспомнить, но и поучиться у Василия Ивановича тому, как нужно делать Дева своей жизни. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.